Минская область увеличивает темпы роста промысловой вытворности. Динамик отбывается у тем ликой за кошт новых предприемств и инвестиций. Так для Борисова возводит великий автозавод «Джили». Активно будуется и китайский-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Значная роль у Минского областного технопарка. Он постоянно работает на территории Смолевицкого района. Алексей Кондратенко доведился, кто из его резидентов выработает инновационную и запотребованную продукцию. Приехал у выгляде аутобуса, поехал до заказчика троллейбусом. У этих цехах специалисты трансформуют с платформы МАЗа, с шасси, але без руховика, у экологично чистый транспорт. Семь одинок техники худка отправятся у Россию. Полноценный городской транспорт. Здесь у нас мы можем еще и его обкатать. Вот на дороге у нас есть специальный прицеп для обкатки. Шастиметровые прозрыстые листы трапляют на это предприемство с Гомеля. Дякуючи сучасному обсталяванию, особенно Великой Печи, тут его раскроют под любой помер заказчиков из всей Беларуси. После того, как шкло загартовали, с него отримливаются витражи для офисов этих гандлевых центров. Закаленное стекло обладает повышенной прочностью. Оно очень крепкое. Для того, чтобы его разрушить, надо необходимо применить колоссальные усилия. И самое главное, что оно травмом безопасное. То есть, если оно вдруг случайно разобьется, человек им не порежется. Один из головных проектов Минского областного технопарка – рециклинг, сношенных автомобильных шин. От невеликого авто и до самых могутных грузовиков. Тут перепрацовывают фактически любой формат шины. Не по зубах, хиба что гума от Белаза. Коли сартуют, вытягивают з них металличные спицы и текстильный корт. У вынику отримливают крошку. З яе робят пешеходное покрытце, спортивные корты и беговые дорожки. У целым у таких предприемств у немало преференций. Сырот податковых и льгот, например, яны вызволяются от земельного податка. Для того, чтобы эти все прерогативы получить, необходимо разработать бизнес-план, утвердить и согласоваться с Комитетом по науке и технологии Академии наук Республики Беларусь. После этих мероприятий, только к нам приходит уже готовый резидент. Межтын-черговый крок, зроблены и во взведенне китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Напереды дни с КНР у Беларусь прибыл первый тягник с будматериалами для логистичного комплекса одного из наибойнейших резидентов. Объект сдадут уже в конце осени. Алексей Контраценко и Денис Гатсила, агентство Телиновин.